Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Cruze 2011 года выпуска. Двигатель 1.8 механика, передний привод. Пробег на автомобиле 157 тысяч километров. Случилось следующее. Примерно два месяца назад, около двух месяцев назад, я менял на этом автомобиле радиатор охлаждения. Устанавливал фирмы Luzar. За это время примерно где-то неделю, дней 10 назад, у автомобиля сорвало нижний патрубок охлаждения. Сейчас покажу его. Подсветки добавил. Вот внизу патрубок. Он не на хомуте. Он на быстросъеме. Сейчас попробую подобраться. Вот видно скобу. Если сказать, что я его не дощелкнул, я его дощелкнул. После того, как его сорвало, ребята, патрубки все закрывают. О! Ребята, его залезли, защелкнули, говорит, до щелчка. Щелчок было явно слышно. Заливали воду сначала, потом залили антифриз. Как только залили антифриз, полную систему, на следующий день на дороге, опять же, в городе, его опять сорвало. Что я хочу? Я хочу сейчас снять вот этот уголок полностью и посмотреть на старом радиаторе, как он защелкивается и как он на этом радиаторе защелкивается. Вот мне кажется, что низ пружинки не фиксирует его до конца. Отлив быстрее всего на радиаторе. Вот так вот низ пружинки видно на фиксаторе. Он отлит, наверное, неправильно. Придется его немножко надфилем доработать, чтобы фиксация шла полностью. Ну, такая есть недоработка. Кто будет менять, смотрите. Снимаю патрубок, сейчас сливаю воду. Вот если посмотреть по ходу движения с правой стороны, здесь уголок защиты от лома, но здесь есть открытое окно, в принципе, подлезть можно. Вот этот вороток барашек, это кран. Через него я сейчас солью антифриз, вернее, уже даже не антифриз, а антифриз перемешку с водой, потому что доливали децеллированную воду. И уже смогу снимать патрубок. Патрубок снимать сверху буду. Вот видно разъем. Сидит на месте, но фиксатор не дощелкнут. Похоже, все-таки дефект заводской. Откручиваю, сливаю. антифриз я слил. Снимаю теперь патрубок. Вроде бы как шланги мешают, но тем не менее здесь подобраться довольно-таки удобно, чтобы целиком скинуть патрубок. Снимаю скобу с нижнего разъема. муцкоба. и снимаю вот этот хомут гибким съемником. Музыка. разжать, разжал. Патрубок немножко увеличен. Я его не могу в сторону свести. Ладно, сниму вместе с хомутом. Поддевая, отсоединяю патрубок от отвода и стаскиваю его. «мешал». «мешал» «мешал» вот я завис с этим патрубком а не говори губ пока не перепрыгнешь начали сказал легко не там ни там не могу снять и уже расшевеливаю расшевеливаю почему снять не могу не понятно как будто что-то снизу цепляется а а а а а а а а просто так прикипел так а так 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 вы снял просто так прикипел подрубок по-хорошему бы заменить не мешало она сразу протираю отвод штуцер на что за соединять потом патрубок буду пока одевал пока снимал патрубок снизу разъем на кондиционер каким-то образом у меня разъединился будешь специально разъединять не разъединишь провод сразу соединю на место поставлю дело остается за малым дело остается за малым разобраться почему пружина не фиксирует они фиксируют потому что он не садится до конца вот если так ничего не выпирает он сидит нормально он не дощелкивает вот настолько он получается одна сторона у него держит вторая сторона не держит давление возрастает его срывает сейчас замерю по старому радиатору хорошо старый радиатор еще не выкинул вот старый радиатор из причина я уже разобрался снял посмотрел объясню на этом радиаторе вот эта кромка от края до фиксации вот если посмотреть до сюда она 21 миллиметр вот сейчас у меня здесь стоит 22 22 миллиметра это кромка на новом радиаторе вот видите и если так как вот так вот по на штанге ли у меня стоит расстояние 22 миллиметра вот поставляю сюда и она у меня на миллиметр уходит ниже мне хватает этого паза защелкнуться на новом радиаторе это 22 миллиметра и она просто не может чуть чуть буквально чуть-чуть перешагнуть вот этот край чтобы защелкнуть скобой у меня остается сейчас торец на 1 миллиметр снять но это вроде бы можно подумать ерунда да ерунда я тоже так подумал вначале но измеряю расстояние вот здесь вот от края до вот я его в упор и поворачиваю вот ставлю в упор и видно у меня как раз вот этого миллиметра не хватает он упирается торцом упирается в торец вода если взять вот этот патрубок родной сейчас кабу защелкну так это вверх это вот так вот отсюда вот силиконом смажу вот защелкиваю все видно и слышно он легко защелкнулся и с обоих сторон скобки сжаты а на новом получается защелкивается только одна сторона на перекос когда делаешь ее так вот на перекос одна сторона защелкивается а вторая сторона вот так вот торчит скоба она не попадает в паз я уже попробовал сейчас когда снял пошевелить и так и так не хочет она не хочет она никак сразу этот хомут на место одену так что как бы неудобно не было сейчас подлажу на патрубок и снимают миллиметр на торце чтобы внутрь у меня стружка нанетела тряпку засуну напильником стачу тряпку выдерну и все пыли там не будет конус конус здесь приличный я его не трону поэтому резинка у меня уплотнительная по конусу спокойно будет входить обтачивая попробую показать что я сделал я наждачка так какая она у меня сотая наждачка одел на маленький брусочек из фанеры так вот здесь вот видно видно тканью я внутри заткнул как он говорил я уже обточил все миллиметр я этот снял и так вот потихонечку потихонечку снял этот торец конечно приходится заниматься ерундой но тем не менее я это сделал теперь мне надо что мне надо смахнуть это выдернуть ткань нету все мешает нету четкости вроде бы резкость навелась вытираю пыль и выдергиваю ткань все внутри все чисто теперь можно патрубок защелкивать смазываю немножко силиконом этот конус извините что немножко не качественно показываю но здесь по-другому не подлезть все силиконом брызгал завожу патрубок на место одной рукой камеру держу другой патрубок сейчас защелкнул хочу посмотреть как все-таки произойдет фиксация неудобно камеру держать сейчас зафиксирую все патрубок защелкнулся защелкнулся легко и сразу с щелчками два щелчка до этого не прислушивался был один щелчок сейчас если посмотреть а посмотреть можно вот отсюда скоба снизу прижата также возьму зеркало и посмотрю через зеркало на вторую сторону вот она и вторую сторону видно скоба прижата теперь ничего слетать не будет но кто бы знал что так будет происходить поэтому заливаю антифриз по ходу движения с правой стороны здесь на радиаторе есть пробка воздушная вот она ослабляю и она конусная поэтому я ее оставляю на месте просто ослабляю также снимаю вот этот патрубок который идет у нас на охлаждение дроссельной заслонки нажимаю фиксатор и поднимаю вверх вот он вот он фиксатор его нажимаем сбоку расходятся и поднимаем его чтобы воздух у нас выходил и заливаю антифриз до того момента пока он не побежит с радиатора побежит с радиатора я закрываю пробку на радиаторе и заливаю пока не побежит отсюда защёлкиваю здесь и доливая полный бачок антифриз заливать буду синтек же 12 номер для заказа 614 500 ставлю камеру на пробку а первым делом побежала не с радиатора первым делом побежала здесь защелкиваю патрубок проверяю здесь пробку здесь воздух еще раз проверяю воздух все жидкость пошла воздух вышел это две верхних точки с которых выпускаем воздух закручиваю пробку антифриз еще добавляю вся пятерка у меня ушло и еще немножко могу все запускаю двигатель так 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 какой-то из ремешков на холодную подсвистывает посмотрю в каком они состоянии все на поэтому восстановление защёлки я закончил сейчас прогреваю автомобиль смотрю шевелю патрубок ну здесь его зашевели не шевели скоба защёлкнулась с двух сторон обращайтесь при замене радиатора и на это внимание так что исправление своей ошибки я сделал всего вам доброго